22 мая в России состоялся День диагностики меланомы. Он проходил под лозунгом «Обследуйте родинки, сохраните свою жизнь». В Раменском это можно было сделать бесплатно и на современном оборудовании в кожном нейрологическом отделении Раменской областной больницы. День борьбы с меланомой проводится у нас в отделении раз в год совместно с фармацевтической компанией «Ля Рош-Позе», так как у них очень много средств для защиты кожи от солнца. В нашем отделении эта акция, как правило, проводится ежегодно. Меланома – это злокачественная опухоль, которая может развиваться из существующих родинок или появиться в виде новообразования, похожего на родинку. Поэтому родинки важно регулярно обследовать. Поэтому я рекомендую всем пациентам, у которых есть родинки, раз в полгода приходите показываться врачу. У нас дерматоскопия уже в течение 10 лет есть. Каждый кабинет оснащен аппаратом-дерматоскопом. Сейчас у нас наш главный врач Сергей Викторович нам поставил новый аппарат. Вот он находится позади меня. Это цифровой видеодерматоскоп, где мы фиксируем мало то, что мы смотрим. Если есть подозрения какие-то, мы можем сделать снимки пациента и обратить внимание пациента на то или иное изменение в его новообразованиях кожи. Для удобства пациентов в день диагностики меланомы обследование происходило по предварительной записи. Прием пациентов начался в 9 утра. Сейчас на этот момент принято 6 пациентов. У всех новообразования доброкачественные. Но, опять-таки, подчеркиваю, пациентов с многочисленными новообразованиями на коже лучше приходить и раз в полгода показываться врачу. Чтобы проверить родинки бесплатно, не нужно ждать специального дня. Это можно сделать в удобное для вас время. Жители Раймского района города Бронец и нагородние жители в любой день могут прийти и пройти диагностику. Для этого им нужно просто записаться на прием к врачу. То есть либо по телефону колл-центра, либо через терминалы. Также, если они, не дай бог, содрали родинку, либо как-то травмировали ее, у нас можно прийти и сказать, что такая экстренная ситуация, мы пациента осматриваем. Если это необходимо, посылаем дальше либо к онкологу, либо к хирургу, либо даем какие-то рекомендации для того, чтобы качество жизни людей не страдало.